Транснефть Транснефть стала такой легендарной компанией, в первую очередь благодаря разоблачениям, которые появились в сети интернета в блоге Алексея Навального. Надо признаться, что Алексей Навальный здесь у нас в студии оказался. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, как вы можете прокомментировать обыски в Транснефть и в стройкредите? Рады вы? Считаете ли вы это от чести вашей победы? Или по какой причине? Милиция всячески подчеркивает, что это дело не связано с моей активностью, а связано с какими-то старыми уголовными делами, которые были возбуждены в седьмом и восьмом году. Я не пытаюсь забрать себе эти лавры, и меня вполне устраивает, что если по моей вине, благодаря мне, не благодаря мне, само по себе получилось, то что они хотя бы начали рассматривать какие-то старые дела, которые, как мы видим, оказывается, 2-3 года совершенно без всякого движения лежали. Насколько я понимаю, то, что сейчас происходит в выемке документов, они связаны с этой обналичкой, потому что в Транснефть украли миллиарды рублей, украли через подставные компании, которые зачастую были зарегистрированы просто на украденные паспорта. И эти деньги, которые поступали на посреднические конторы, они просто через банки банально и тупо выводились. Это были просто чемоданы с деньгами, тележки, которые там куда-то прятали. Там уже сегодня возникла какая-то полемика между Транснефтью и СКП. Транснефть говорит, что это не ее деньги ищут в банке. СКП говорит, что нет, это именно деньги Транснефти. Это деньги государству, как владельца 100% обыкновенных акций «Газпрома». Это деньги Транснефти, потому что Транснефть нанимала подрядчиков, расплачивала с ними. Эти подрядчики, естественно, с участием менеджеров Транснефти и по прямой организации менеджеров Транснефти воровали эти деньги. Поэтому здесь вот это вот жонглирование словами и перебрасывание ответственности не имеет на самом деле. Имеется растепенное значение. Главное, что хоть что-то начали расследовать сейчас. А как к вам попали эти документы, которые вы опубликовали? Те документы, это был доклад самой Транснефти, которая подтвердила и завизировала все эти нарушения многочисленные. Эти документы были и в милиции, они были и в Транснефти, они были в счетной палате, которая провела проверку. Я не могу назвать конкретного человека, но скажу, что во всех этих органах работают тысячи людей, и совершенно не все они жулики. Многие из этих людей, в общем-то, готовы помочь расследованию. Ну вот, а вы не удивлены вот таким развитием событий, потому что, ну, мы все помним, можно ли назвать это реакцией премьер-министра Путина, или это случайное совпадение, но Путин же наградил и поблагодарил Транснефть за хорошую работу. Значит, у него претензий к кампании нет. Это какая-то вторая линия внутри генеральной линии партии. Я думаю, что это была, конечно, реакция Путина, который показал, что вот вы там можете сколько угодно там в интернете или где-то в газетах устраивать истерики, а мы своих ребят не сдадим. Тем не менее, однако же, есть некоторые юридические факты, которые они не могут игнорировать. Одним из таких фактов является то, что счетная палата, которая все засекретила и все пыталась покрыть, в любом случае нашла как минимум нарушение и хищение на 3,5 миллиарда рублей. Не на 4 миллиарда долларов, как об этом я говорю я, но на 3,5 миллиарда рублей всего лишь, да, там, 150 миллионов долларов, какая ерунда. И как минимум по этой сумме они не могут игнорировать. Счетная палата нашла, кто-то деньги эти украл или просто разбазарил. Должно быть уголовное дело, ну, а иначе-то это уже совсем странно. То есть им не все равно, что подумает богосфера, грубо говоря, и общественность? Я думаю, что им не все равно, что подумает общественное мнение, а Слобина в условиях того, что какая-то часть вот этой государственной машины все равно публично заявила о том, что колоссальные миллиарды рублей были похищены. Поэтому, я думаю, скорее их затея заключается в том, чтобы показать, ну, вот этот ваш Навальный, он говорит какую-то там ерунду, а мы-то на самом деле сами с 7-го года все это расследовали. И вы только своими криками мешаете нашему расследованию, мы все расследуем, виновных накажем, а деньги вернем. Да, но вы смотрите, какое удивительное совпадение. Это операция 2007-го года, когда в Транснефте было еще прежнее руководство, а именно Семен Вайншток, а не Николай Токарев, который сейчас руководит компанией. И вот ведь вас тоже упрекали в том, что ваши разблочительные материалы, они тоже бьют по прежнему руководству, а не по нынешнему. Это совершенно неверно, потому что даже из тех заявлений официальных, которые я отправляю в прокуратуру, в милицию, я совершенно четко указываю, что воровство было, воровство есть и сейчас. Тогда этим занималось прежнее руководство, есть все основания полагать, что ровно тем же самым занимается нынешнее руководство. Основания полагать, вот, а СКП занимается, конкретно занимается именно прежним руководством. Я рад, что СКП занимается хоть чем-то, потому что, в общем-то, ниточки от прежнего руководства и ровно те же компании, и те же люди, которые организовывали этих посредников, которые выводили деньги три года назад. То же самое делается и сейчас, просто бенефициаром всей этой работы являются немножко другие люди. То есть вот эти чемоданчики с деньгами несут другие кабинеты. Но расследование старого приведет, я думаю, к тому, что мы по поводу нового руководства что-то интересное узнаем. Узнаем. Я надеюсь. По крайней мере, мы сделаем все для того, чтобы узнать.